Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации? Этот вопрос поднял Сбер на панельной сессии в рамках ВЭФ. В дискуссии приняли участие глава Сбербанка Герман Греф, представители государственной власти и крупного бизнеса. Модерировал встречу первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. ESG – экологическое, социальное и корпоративное управление. Три критерия, в соответствии с которыми строится современный бизнес. Критерии появились как ответ на ухудшение окружающей среды. На этом фоне все больше стран объявляют о целях достижения углеродной нейтральности. В России этот процесс также принято называть «зеленым переходом». Сама тема ESG превратилась в самостоятельный тренд. И очевидно, что мир пошел по этому пути. Это очень важный тезис, что научные дискуссии закончились. ЕС принимает соответствующее регулирование. Они объявили о семи первых отраслях, которые они обложат трансуглеродным налогом с 2026 года. В современном мире, чтобы считаться успешной, компанией уже недостаточно демонстрировать устойчивый рост своих финансовых показателей. ESG вышел на первый план. У нас более 100 миллионов клиентов, у нас 300 тысяч сотрудников и у нас более 2,5 миллионов клиентов юридических лиц. И мы делимся своим знанием, своей озабоченностью, своими технологиями, с юридическими лицами, чтобы они были максимально эффективны, максимально инвестиционно привлекательны и для того, чтобы их акционеры получали как можно больше прибыли. Но во всем есть риски. В качестве основных Герман Греф обозначил падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблемы моногородов, а также потери бюджетных доходов и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний. Подводя итоги дискуссии, глава Сбербанка отметил, что в вопросах достижения углеродной нейтральности нужно мыслить категориями десятилетий. Важно, чтобы представители всех отраслей бизнеса и государственных ведомств всесторонне обсудили эту тему, пришли к компромиссам и как можно быстрее начали действовать. Алина Черненко, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.